приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 17 февраля поговорим о народных приметах поговорим о православном календаре а также что можно и чего категорически нельзя делать в этот день итак друзья 17 февраля в этот святой день православная церковь чтит память и вспоминает жизнь и деяния преподобного николая исповедника это был игумен студийского монастыря а также именно преподобный николай лицетворяет истинные духовные идеалы и подвиг благочестия в православной традиции николай исповедник родился в селении кедонии на острове крите в верующей семье его жизнь была посвящена служению богу и распространению православной веры уже в юном возрасте его отправили в константинополь где его дядя блаженный феофан был иноком студийском монастыре там николай получил христианское образование и был пострижен монахи время жестокого гонения на иконы при византийском императоре льве армянине стало испытанием для веры николая его неоднократно заключали в темницу истязали и глумились над ним но он не сдавался и продолжал нести слово божие и верность православию его жертвенное его жертвенное постоянство и ревностное служению богу вдохновили многих верующих того времени особенно прославился николай даром исцеления который был дан ему от господа за его молитвенные подвиги и исповедническую жизнь святой николай исповедник оставил по себе по себе яркий след в истории православия как пример верности стойкости и служения господу богу а вот в народном календаре этот день назвали как николай студеный или волчий сват этот день приходится на самую холодную пору года и редко когда он обходится без февральских морозов в этот период когда зима еще по всей своей силе и природа остается покрытой пушистым снегом а ледяной ветер продолжает разносить морозные дуновения прозвище студеный отражала сущность этого дня в народной мудрости в этот день холод достигает своего пика и температура воздуха может опускаться до крайне низких отметок заморозки становятся обыденным явлением и жители многих регионов готовятся к более суровым климатическим условиям девочки и мальчики в комментариях напишите какая у вас сейчас температура за окном если можно регион и температура для многих это время конечно же становится испытанием выносливости и силы духа несмотря на стужу люди сейчас были вынуждены продолжать свою повседневную жизнь работая и заботясь о семье однако несмотря на суровость погоды день николы студеного также символизировал надежду на приближение весны многие уже начинали потихоньку готовиться к будущему сезону планируя посадку семян и ожидая первых признаков пробуждения природы народной традиции 17 февраля считается благоприятным временем для проведения гаданий в этот день таинственные силы природы раскрывает свои тайны и отвечают на вопросы о будущем поэтому люди в этот день обращались к различным методам предсказаний включая гадания на картах по кофейной гуще по рунам и так далее для то что получить ответы на свои вопросы и открыть тайны своей судьбы также считается что 17 февраля благоприятен день для проведения обрядов на богатство и на скорую продажу в этот день можно было провести ритуалы а также читать молитвы которые были бы направлены на привлечение финансового благополучия и успешных сделок многие верят что энергия этого дня усиливает магические действия и помогает достичь желаемых результатов кроме того 17 февраля считается благоприятным временем для вызова любимого человека на ветер в этот день мистическая сила любви ощущается особенно сильно и многие верили что проведение ритуалов и молитв помогает привлечь внимание и расположение любимого человека знахари и целители также придают особое значение 17 февраля в этот день они проводят лечение от малокрови эти и слабости используя древние рецепты и традиционные методы лечения веря в силу магии природных энергий они помогают людям обрести здоровье и силу в день николы студеного женщины традиционно делали всю домашнюю работу они не только занимались уборкой в доме но и уделяли внимание хозяйству женщину убирали в хлеву заботите заботились о животных и читали специальные охранительные молитвы над животными считая это необходимым шагом для защиты их от возможных нападений зверей из леса также в этот день наши предки обращали особое внимание на погодные признаки по народным приметам если ветви елок гнутся это предвестие метели а если наоборот начинают распрямляться ожидается хорошая погода также считалось что на николу студеного можно ожидать не только мороза но и обильного снегопада люди которые родились 17 февраля обладают особыми качествами и характеристиками а их покровителем считается преподобный николай исповедник дата рождения как вы знаете влияет на многие аспекты жизни человека включая его личность таланты и судьбу и для людей которые родились в этот день они более мудрые праведные и вы знаете именно этот день и может помочь в их ней жизни и в судьбе также для людей родившихся 17 февраля подходят определенные камни талисманы которые могут усилить их энергетику и помочь в достижении желаемых целей анду лузит и турмалин считается подходящими камнями для людей рожденных 17 февраля анду анду лузит является камнем который ассоциируется друзья с интуиции с мудростью и духовным просвещением он может помочь людям рожденным 17 февраля развить свою интуицию осознавать важные жизненные решения и находить гармонию своей душе а вот турмалин известен своими защитными свойствами и способностью привлекать положительную энергию он может помочь людям рожденным в этот день защищать себя от негативных воздействий и привлекать к себе успех и процветание что же касательно снов с 16 на 17 февраля то они могут иметь особое значение и предостерегать нас о возможных проблемах или вызовах которые стоит подумать о них потому что сны играют очень важную роль они могут отражать наши с вами эмоции желания страхи и наши подсознательные мысли часто то что мы не замечаем или игнорируем повседневной жизни проявляется в наших снах поэтому важно обратить внимание на сны которые мы видим особенно если они повторяются или как вариант вызывают сильные эмоции сны приснившиеся в эту ночь могут быть быть ключом к пониманию наших внутренних конфликтов или нерешенных проблем они могут указывать на то что мы должны обратить внимание на определенные аспекты нашей жизни или на ситуации которые требуют нашего внимания и нашего решения при давайте поговорим о том что же нужно было делать в этот день 17 февраля по народным приметам традициям и обычаям и так друзья 17 февраля это особый день когда можно проводить различные ритуалы практики а также заниматься полезными делами и первое что нужно сделать вечером 17 февраля когда-то девушки и женщины проводили гадание на любовь и для этого использовали различные методы гадания такие как могли быть карты кофейная куща свечи и руны для того чтобы узнать свое будущее и дело в том что по народной примете все что сегодня предсказано считается что обязательно сбудется также свободное время сегодня стоит посвятить домашним делам проведите уборку в доме заметить приготовление вкусных блюд которые поднимут настроение всей семье или просто сегодня наслаждайтесь уютом и спокойствием в вашем доме также этот день про подход для проверки инвентаря и заготовок посевного материала посмотрите что у вас есть в запасах и подготовьтесь к весеннему сезону посева планируя какие растения вы собираетесь в этом сезоне выращивать какие материалы вам понадобится теперь давайте поговорим о том что же нельзя было делать 17 февраля по народным приметам традициям обычаям и обрядам 17 февраля известного как день николы студеного обладал особым значением в народных поверьях и суевериях в этот день существовало несколько действий которые следовало избегать для того чтобы не привлекать неприятности и не нарушить гармонию с окружающим миром одним из наиболее распространенных поверье является предостережение о том что в день николы студеного не следует ходить в лес по народной примете именно 17 февраля в лесу в самом разгаре проходят звериные свадьбы легенда гласит что в этот день лес наполняется мистической энергией и обрядами которые могут быть опасными для людей тот кто решится нарушить это предписание окажется в лесу в этот день может подвергнуть себя риску и столкнуться с непредсказуемыми событиями согласно поверью тот кто попадет на звериные свадьбы рискует не вернуться обратно помимо этого существовал ряд других действий которые следовало избегать в этот день включая то в то чтобы начинать какие-то новые дела или путешествия а также сегодня не стоит принимать участие в каких-то сомнительных мероприятиях вместо этого лучше уделите время духовной практике молитве а также заботе о семье и близких также в этот день был запрет на веселье и развлечения считается что того кто не следует этому запрету и проводит время весело и беззаботно может подстерегать опасность по народным поверьям нечистая сила может защекочить нарушителя до смерти чтобы этого избежать рекомендуется сегодня больше времени уделять работе и отказаться от посиделок с друзьями и или распить и спиртных напитков кроме того женщинам категории категорически не рекомендуется сегодня лениться согласно народной примете их вторая половинка может загулять или даже уйти из дома поэтому на николу студеного стоит провести этот день домашних заботах и в трудах уборка приготовления вкусных блюд и забота о семье помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить гармонию в отношениях также сегодня одним из главных запретов этого дня не стоит выходить из дома без необходимости согласно народным приметам на николу студеного может напасть лихорадка который уложит человека в кровать на долгий срок поэтому рекомендуется минимизировать пребывание на улице и предпочесть домашний уют и тепло также не рекомендуется сегодня совершать длительные путешествия по поверьям в пути могут возникнуть различные неприятности такие как кражи поломка транспорта или задержки однако если от поездки нельзя отказаться то важно принять дополнительные меры предосторожности молитва святому николаю просьба о благословении на удачное путешествие поможет вам избежать неприятностей бед и проблем кроме того нельзя в этот день посещать баню согласно народным приметам в этот день банщик может ошибиться и ошпарить посетителя причем ожог может оказаться серьезным и долго не заживающим поэтому сауна и бани следует избегать в этот день чтобы не подвергнуть себя риску получения травмы также по народной примены в день николы студеного запрещается принимать ванны а также стричь ногти и волосы считается что те кто не соблюдает эти запреты могут накликать на себя беду и несчастье поэтому рекомендуется воздерживаться от этих действий и уделить время другим занятиям кроме того сегодня нельзя взаимодействовать с бездомными псами в этот день народная мудрость считает что стоит избегать близкого контакта с такими животного же с такими животными и за особая энергия которая присуща этому дню символом николы студеного народных представлениях является волк который считается образом который связан с этим днем волк воспринимается как животное способно на то чтобы вторгнуться в душу даже самой безобидной собаки возможно придать ей агрессивное поведение древние верили что в этот день волк может заложить свою энергию даже самых мирных и дружелюбных собак перевращая их в угрозу также в этот день нельзя носить красную одежду красный цвет хотя и символизирует страсть энергию жизнь он также ассоциируется с агрессией и опасностью в народных представлениях поэтому тот кто наденет в этот день красные вещи может привлечь к себе негативные события и неприятности избегание красного цвета в одежде поможет избежать возможных проблем и обеспечить себе спокойный и благополучный день также в день николы студеного не рекомендуется заниматься охотой согласно народным приметам есть риск не вернуться с охотой или столкнуться с различными неприятностями и опасностями в лесу или на природе поэтому лучше воздержаться от подобных занятий в этот день и предпочтить предпочесть более безопасные и спокойные замять занятия вот такой друзья у нас с вами день 17 февраля по народным приметам и по церковному календарю мы надеемся друзья эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментариях напишите я привлекаю деньги изобилие достаток и благополучие друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите все к вам мыслимые друзья и немыслимых благ услышимся уже с вами буквально в следующем видео